Региональные власти продолжают искать возможности, чтобы решить проблему с расселением так называемых собинских казарм или коридоров. В ноябре прошлого года по инициативе Светланы Орловой создали специальную рабочую группу, которая тщательным образом должна проанализировать ситуацию и предложить возможные пути решения судьбы трёх аварийных зданий. Именно три пока признаны аварийными. Одно из них давно законсервировано. Уже в феврале по нему будут объявлены торги на проведение экспертизы, после чего разрушенные здания, скорее всего, исключат из реестра объектов культурного наследия по причине утраты ценности. Также завершаются работы по переселению жильцов из второй казармы. Её судьба решится после проведения экспертных работ. Сейчас у нас в работе находятся два объекта. Третий объект параллельный – это улица Дмитриева в городе Собинок, улица 16, дом 16. По рабочему проспекту дом 11 и 13 уже активной стадии идёт процесс подготовки документов на исключение данных объектов из культурного наследия. По рабочему проспекту дом номер 11 мы планируем провести процедуру и сделать проект приспособления этого помещения. Пока решение не принято, что там будет строиться. Или жильё, может быть, какие-то объекты другого назначения. Всё, что касается объекта рабочий проспект 13, мы пойдём по пути его полностью исключения из объектов культурного наследия с перспективой дальнейшего сноса. Потому что данный объект находится у нас в аварийном состоянии. Сейчас разрабатывается проект рационального использования помещений. Пока участники рабочей группы обсуждают два возможных варианта преображения памятника – создание в нём музея текстильной промышленности или социального жилья. Глава Собинского района Александр Разов пояснил, что есть идея создать глобальную перепланировку зданий. Спроектировать такое социальное жильё. Потому что сегодня там клетушки по 13-15 метров. Никто сегодня там жить не будет. И поэтому мы сегодня работаем, чтобы сделать квартиры по 45-50 метров. И точно так же выдать его в качестве социального жилья. Но нужно реконструировать это здание. А статус памятника, он не позволяет сделать какие-то внутренние перестановки. Нужно какие-то будет стены убирать, что-то будет совмещать. И с одной стороны у нас 8 однотипных памятников. Из одного мы хотели бы сделать музей. И оставить его как памятник 19 века. Показать быт работников текстильной промышленности. Ещё оборудование сохранилось. В Европе и в мире есть великолепные музеи, из которых можно брать примеры. И первый этаж нормально по социальную сферу. Те же магазины, тот же общепит. Известно, что в Министерстве культуры дали предварительное добро на проработку вопроса об исключении коридоров из списка памятников истории. Теперь дело за сбором необходимой документации. Оксана Котова, губерния 33. При поддержке пресс-службы Законодательного собрания Владимирской области. Продолжение следует...